Всем привет, друзья! Меня зовут Сагир Иван, это мой канал Мистер Кэт! И сегодня мы будем смотреть модификации. Между прочим, не просто модификации, а топ-3 лучшие модификации, которые вышли, я думаю, уже довольно давно, но именно Skyrim мне о них напомнил. И сегодня мы рассмотрим вот эти вот все модификации. Погнали! Блин, правда, я одну закрываю. Первая модификация это на броню вора, вторая модификация это на оружие и третья модификация, друзья, это на магию, на новую очень любопытную магию. И начнем мы, друзья, вора. Там, кстати, не только вора. Сейчас я нахожусь, вот у нас лабиринтиант, главный вход, смотрите, вот он. Но нам, друзья, нужно немножечко попрыгать вот сюда. Так, осторожно. Черт, может, конечно, не сразу получиться, потому что нам нужно как раз-то вот сюда. Давай-давай, отлично. И перепрыгуем вот туда. Черт, почти, почти. Ага, вот здесь есть люк, вот смотрите. Угу, ныряем сюда. И здесь нужно пробежаться, пробежаться. Мне, кстати, давно уже, очень давно, ребята, писали, почему ты не показываешь простые модификации. И вот, вот, друзья, я буду теперь показывать, ну, не только простые, а топ, топ модификации, которые завоевали больше всего внимания. Мне, самому интересно посмотреть на них. Я раньше как-то не обращал внимания. Кстати, помните, мы тут дрались со жрецом. Так, вот сюда. Просто как бы возвращаемся. Возвращаемся сюда. Стоп. Ага, теперь направо. Тоже нужно еще знать. Дело в том, что там описание на английском. Если вы, конечно, понимаете английский, то проблем не будет. Вот. А если нет, то придется посидеть, попереводить. Вот. Ой, летучие мыши. Тут на самом деле. И вот, друзья. Вот нас интересно. Интересует эта вот башня. Поднимаемся выше. Выше. Привет. И пока. И вот она, друзья. Вот. Манекен. Активировать. И здесь будет сразу несколько, несколько сетов. Сейчас тут показано для воина. Ну, если мы в него зайдем, то мы увидим сразу несколько наборов. То есть, тут тяжелая, точнее, легкая броня для воина. И тяжелая, как видите. И есть, которая ничего не весит. То есть, специально для вора. Чтобы доспехи 0. Ну, и вес 1. Соответственно, очень классно. Ну, смотрите. Вся магия, все школы магии расходуют на 15% меньше магии. Это, по-моему, одеяние архимага. Плюс 50 к магии. И 100 к регену магии. Ну, довольно имбовая вещь. Особенно, если вы установили и с первого уровня проходите. Очень имбовая. Так, ну что ж. Давайте сейчас все заберу. И вам покажу, как это все смотрится. Вот, друзья, тяжелая броня. То есть, у нас зачаровано только кераса. А все остальное у нас не зачаровано. И вы можете зачаровать так, как вы хотите. Вот так вот это все смотрится. Я бы дал, знаете, какую оценку? Я бы дал четверку с минусом. Не знаю, почему с минусом. Но просто дал бы четверку с минусом на этот мод. Как говорится, у всех мнение разное. Но мод довольно качественный. Вы только посмотрите. Все сделано. Очень круто. Капюшончик. Ушки привет. Давайте посмотрим теперь легкую. Тут, оказывается, три набора. То есть, тяжелая. Точно так же выглядит легкая. И самая легкая. Сейчас покажу. И второй вариант. Тут просто, видите, капюшон. Легкий такой. На перчатках нет брони. На пальцах. И на сапогах. Вот. Вот такая вот броня ассасина. А насколько ты ее оценишь? Давай пятибалльная система. Едем дальше. Следующий мод, друзья. Это реплика. Реплика волка. Ее можно создать на острове Суцхейм. Отойди. Это мой сынок, Ванюшка. Ну что ж, заходим в стальное. И здесь вот реплика. Сейчас нельзя его посмотреть более подробно. Волка. И мы создаем. Для того, чтобы создать, у вас должно быть два стальных слитка. Полоска кожи. Золотой слиток. И черный камень. Душ. Пустой. Создаем. Один. И давайте еще один. Теперь давайте улучшим. И на искры поглазеть. Или купить. Выбирай. Стальное отчет. Да. 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 А теперь всему конец. Вот. Наконец-то я попал. Улучшаем. Для улучшения тоже нужен золотой слиток, полоска кожи и стальной слиток. Все благодаря тебе. Пока она отлично. Урон 36. И давайте рассмотрим теперь. Зайдем в оружие. Вот он. Реплика. Волка. Я изначально думал, друзья, что здесь добавят какой-то дополнительный урон. То ли если ты играешь за Вервольфа, то урон увеличивается. Но нет, вы зачаровываете так, как вы хотите. Давайте их. Вот такие вот. Вы посмотрите. Тебя что-то тревожит. Давайте подеремся ими. Ну что, ребят. Давайте опробуем. Сложность я поставил адепт. Уровень, по-моему, 110. Вау. Головарь. Головарь еще держится. Вау. Какая у них скорость-то. Ну, клинки у меня прокачаны на Макс. Риклинг. Вот такие вот мечи. Я бы дал им, друзья, знаете какую оценку? Я бы дал им четверку с минусом. А какую оценку вы дадите, друзья? Напишите в комментариях. Ну что ж. И последняя модификация. И последняя модификация, лично для меня, самая интересная, друзья. Это новая магия, которая добавляется, и вы можете купить у торговца магии. Ну, проще всего, друзья, вы можете купить в коллегии Винтерхолда. Почему? Да потому что там не только одна магия добавляется. Там магия добавляется сразу несколько школ. Сейчас вам покажу. Изменения. Две магии добавляются. Иллюзии. Две магии. Также колдовство. И восстановление. И сейчас мы все их рассмотрим поподробнее. И первая магия, друзья, это изменение. Называется она перестраивать. То есть, она очень интересна. Она перестраивает внутренние органы врагов. Наносит 50 урона на 10 фунтов. То есть, по области еще. То есть, вот такая вот магия разрушения новая. Ну что ж. Давайте попробуем. Заметили? Да, заметил. А ну-ка. Лови. Ха-ха. Ну он цагался. Выглядит она вот так вот зелененько. Вау. Наверное, давайте возьму... В две руки. Ха-ха. Вот так вот она перестраивает и наносит просто на просто урон. Жалко, что нет. Воу. Какие эффекты. Как будто я его восстанавливаю в жизни. Смотрится довольно интересно. Ого, помню, зарядили. Ну, ладненько. Давайте рассмотрим следующую магию. Следующая, друзья. Школа изменения. Магия это неустойчивый плащ. Магия это неустойчивый плащ. Вот. Смотрите. Не синхронизирует себя с реальностью, сделав вашу близость неустойчивой и наносит ближайшим противникам урон и действует 90 секунд. Как-то все странно. Я не совсем понимаю, но выглядит она вот так вот. Мне это что-то напоминает. Давайте возьмем какое-то оружие. Так, стоп. Оружие. И мне хочется посмотреть, ну сколько урона она наносит. Ну, видите, немножечко, немножечко урона. Может она больше наносит урона вампиров. Я не знаю, друзья. Может я полностью не понял. Если что, кто понял, напишите, пожалуйста, в комментариях. Наносит небольшой урон. Может она еще стыкуется с какой-то магией другой. Непонятно. Ну, ладненько. Едем дальше. Следующая магия наносит ущерб уму. Вот так вот. Называется на хаос 40 урона на 10 пунктов. Давайте рассмотрим. Получается вот такая вот боевая магия. Ага. Ничего себе. Она еще облаком. Ну да, на 10 пунктов. Во. Слушайте, она довольно мощная. Черт. У меня закончилась. Очень мощная. Какая-то новая магия разрушения. Ладно. Погнали дальше. У нас магия самого царства. Даэдра. Наносит 50 урона. Даэдрическая магия. Называется она Трясина. Давайте ее опробуем. Воу. Что это? Это Трясина? Ах, вот как она наносится. Вы поняли? Она заряжается. И наносит... Много урона. Ну, недостаточно много. Довольно интересно и как-то странно все. Меня сейчас убьют. Вот так вот. Колдовство повышается. Думаю, довольно имбовая вещь для прокачки колдовства. Ладно, давайте дальше. Трясти душу. 40 урона именно душе на 10 фунтов. И плюс, если кто-то погибает, то заполняет камень душ, друзья. Давайте его рассмотрим. Как оно смотрится. Вау. Ух ты. Выполнило довольно красиво. Недостаточно магии. Ладно. Оу. Как оно прикольно смотрится. Очень мне нравится. Довольно имбовая. Да, для мага это целая находка. Ладно. Ну и последняя. Новая магия восстановления. Удаляет ерес на 40 пунктов. На 10 футов. Давайте посмотрим. Ребят. Вау. Как она светится. Классно. Скрытности. Приветик. Ого. Ого. Ничего себе. Спешл эдишн это конечно очень ярко все. Вы только посмотрите. То есть вы поняли что это? То есть теперь в каждой школе есть и боевая магия. Которая наносит урон. И качает восстановление. О чёрт. Это да. Но смотрится это конечно ярко. Понимаете в чём фишка данных магии? Сейчас я более подробно расскажу. Давайте рассмотрим теперь последнюю. И последнее это лезвие солнечного света. Мне почему-то кажется это против вампиров. Хе-хе. Вот так. Ничего не происходит. Как будто мы кастуем что-то. Но никаких эффектов я не вижу. Подожди. Ах во что это. Друзья. Это меч. Призванный меч. Да он против вампиров. Видим что это серебряный меч. Который наносит дополнительный урон именно вампиров. Ого. Прикольно как. Вау. Ладно. Всё. Понимаете в чём фишка? Фишка в том друзья. Что теперь. Теперь вы. Чтобы наносить урон. Не обязательно должны. Обязательно учить магию разрушения. Теперь вы можете именно направленно быть. Магом колдовства. Или магом иллюзии. Которая тоже наносит урон. Это довольно интересно. Я бы честно говоря дал 5 с минусом. Почему с минусом? Потому что кое-что мне тут не нравится. Но вообще это практически очень круто. Очень круто. Наверное довольно имбово. Но новая магия мне больше всего понравилась. Ладненько. Поставьте тоже вашу оценку на новую магию. Всё друзья. На этом всё. Всем огромное спасибо что смотрели. Ставьте лайк. Заходите в мою группу в ВК. Ссылка внизу. Спасибо. Подписывайтесь. Пока.